Параграф 17. Латинская Америка. Нелегкий груз независимости. Латинская Америка к началу XIX века. Под Латинской Америкой подразумевались земли обеих Америк южнее США, а также острова Карибского моря. Название Латинская Америка распространилось благодаря Наполеону III, который подчеркивал общую латинскую основу испанского и проругальского языков, на котором говорило местное население. Желая укрепить позиции Франции по ту сторону океана, он противопоставлял католические и латинские страны их протестантским англосаксонским соседям. К началу XIX века независимых государств здесь не было. Львиная доля этих земель являлась колониями Испании. Бразилия принадлежала Португалии. Небольшие владения другим европейским странам. Население всех латиноамериканских стран в начале века включало около 19 миллионов человек. Оно было очень пестрым по составу. Основу составляли потомки белых переселенцев – креолы, негры-рабы и индейцы. От различных вариантов смешанных браков между ними происходили метисы, мулаты и самбо. Цвет кожи в латиноамериканском обществе определял многое. Привилегированное положение занимали креолы – около 1,5 населения. А на самой нижней ступени находились негры-рабы. Экономика была аграрной. Преобладали владения крупных помещиков – латифундии. Землю в них обрабатывали либо рабы, либо исполнявшие трудовую повинность индейцы, либо пионы – кабальные батраки. Многие земли принадлежали испанской короне и церкви, но существовали свободные крестьяне-скодоводы – гаучо. Война за независимость. Безземелья и налоги в пользу Испании давно тяготили низы. Были недовольны креолы, владевшие латифундиями и рудниками. Испания не могла поглотить всю их продукцию, но запрещала торговлю с другими странами. Перед глазами латиноамериканцев были вдохновляющие примеры освобождения от колониальной зависимости, прежде всего образования США. Но и в самой Латинской Америке, начавшаяся на острове Гаити в 1890-е годы восстание рабов во главе с Туссеном Лувертюром, привело к появлению в 1804 году первого независимого государства. К дальнейшему обострению ситуации привели завоевание Наполеона I на Пиренейском полуострове. Король Португалии в 1807 году был вынужден бежать в Бразилию. В 1808 году Наполеон сместил испанского короля, посадил на его место своего брата Жозефа Бонапарта. Однако в испанских колониях отказались принять нового короля. В 1810 году в испанских колониях началась война за независимость 1810-1826 года. Она проходила в два этапа и протекала по-разному в трех основных регионах – в северной части Южной Америки и на юге, а также в Центральной Америке и Новой Испании, Мексике. Центром борьбы на севере стала Венесуэла. Весной 1810 года здесь вспыхнуло восстание. Его возглавил офицер Боливар, провозгласивший программу полного отделения от Испании. Наша Родина – Америка. Наши враги – испанцы. Наша цель – независимость и свобода. В результате борьбы, длившейся около года, Венесуэла добилась независимости. Вскоре повсюду на месте испанских колоний стали возникать новые государства, провозглашать республики. Принимались конституции. Однако эти конституции и деятельность новых правительств отражали интересы только к риольской верхушке. Поэтому их не поддержали широкие слои населения. Например, не было отменено рабство. Это приводило к тому, что негры-рабы нередко выступали на стороне противников независимости. К тому же после свержения Наполеона Испания смогла сосредоточить свои силы и внимание на колониях. И к 1816 году на время восстановила там свою власть. На этом первый этап борьбы за независимость Латинской Америки закончился. Из поражения Боливар сделал выводы. Возобновив в 1816-1817 годах борьбу с испанцами, он давал свободу рабам и раздавал солдатам своей армии, отобранную противником независимости землю. К 1821 году на освобожденных территориях вокруг Венесуэлы была создана Республика Великая Колумбия. Ее президентом стал Боливар, которого называли «Освободитель». Тем временем перелом в освободительном движении наметился и в южной части Латинской Америки. Здесь больших успехов добился генерал Сан-Мартин. В результате независимости получили Чили, Перу и Аргентина. В отличие от этих территорий в Мексике, креольское население в меньшей степени было заинтересовано в отделении от Испании. Это была самая богатая часть Испанской и Латинской Америки. И креольскую верхушку в целом устраивало ее положение. Поэтому с самого начала освободительное движение развивалось здесь снизу, приняв широкий народный характер. Его главной силой выступили подвергавшиеся жестокой эксплуатации индийцы-крестьяне, а возглавил движение также человек из народа – священник Идальго. Однако в конечном итоге крестьянские выступления были подавлены. В 1821 году Мексика все же объявила о своей независимости, но почти все старые социальные и экономические отношения остались неизменными. К концу войны за независимость Испания сохранила за собой лишь острова в Карибском море Куву и Пуартерика. В 1822 году независимость от Португалии получила и Бразилия, сохранив при этом монархическую форму правления. Боливар надеялся создать из бывших испанских колоний единое латиноамериканское государство. С этой целью в 1826 году представители молодых республик были приглашены на Панамский конгресс. Однако его работа оказалась безрезультативной. Более того, Великая Колумбия вскоре распалась на Колумбию, Эквадор и Венесуэлу. Разочарованный боливар заявил, Америка неуправляема, те, кто служит революцией, пашут море. После освобождения. Ресурсы Латинской Америки больше не утекали в Испанию и Португалию. Но слабая экономика бывших колоний скоро попала в зависимость от европейских стран и США, превратившись в их сырьевой придаток. Так Бразилия поставляла каучук и кофе, чили – серебро и медь, Аргентина – мясо и зерно. Вкладывая деньги в ключевые отрасли и давая займы, ведущие страны Запада влияли на местные правительства. Поэтому способствовали и недостаток солидарности между ними, внутренние проблемы. Почти повсеместно утвердился республиканский строй. Однако политическая система отличалась от европейской. Хотя местные политические группировки тоже назывались партиями. Они в гораздо меньшей степени опирались на единые идеологические основы или общность интересов больших социальных групп. Зато важное значение имели личные отношения, родственные связи, интересы землячества. Как правило, во главе подобного объединения стоял Каудильо – вождь. Вокруг него формировался клан – группа его сторонников. Каудильо оказывал им покровительство, а те платили ему личной преданностью. Борьба между вождями Каудильо вела к постоянной внутренней нестабильности, к мятежам и к диктатуре. Так в Мексике диктаторами стали Санта-Ана 1833-1855 и Диас 1876-1911 года. Лишь в монархической Бразилии каудилизма не было вовсе. Принимавшиеся Конституции мало учитывали потребности большей части общества и служили интересам лишь узкого круга людей. Избирательное право ограничивалось высоким имущественным и образовательным цензом. К тому же выборы были многоступенчатыми. Рабство на первых порах почти повсеместно сохранялось. В большинстве стран оно было отменено лишь к 70-м годам 19 века и дольше всего продержалось в Бразилии до 1888 года. Вдобавок ко всему очень острой оказалась проблема границ, которые должны были быть проведены, чтобы отделить друг от друга эти возникшие впервые государства. В 20-30-е годы 19 века едва ли не каждая страна успевала повоевать со своими соседями, пытаясь добиться выгодных для себя границ. В этих условиях Англия, Франция, США навязывали молодым государствам выгодные для себя экономические условия, часто прибегали к силе оружия. Распространенным поводом для вмешательства служило нанесение ущерба, часто придуманного гражданам этих стран. Так, в 1836 году уличная драка с участием английского консула кончилась блокадой побережья Колумбии английским флотом. А в 1856 году вооруженная стычка из-за отказа одного американца заплатить за арбуз, арбузная война, и вовсе привела к почти десятилетней оккупации американскими войсками зоны железной дороги на Панамском перешейке. Наиболее распространенной причиной вмешательства являлась невыплата займов или процентов по ним. В 1830-е-40-е годы английские и французские военные морские силы не раз блокировали побережье Аргентины. Но самым серьезным случаем вмешательства европейских стран стала интервенция Франции в Мексику, продолжавшаяся с 1861 по 1867 год. Мексика отложила выплату процентов по займам, отчего пострадали кредиторы в Англии, Франции и Испании. Три страны решили направить в Мексику войска. Причем Наполеон III связывал с этим еще и планы расширения французской колониальной империи. Эта авантюра закончилась крахом и гибелью французского ставленника, императора Максимилиана Габсбурга, брата правившего в Австрии, Франца Иосифа. США, всегда ревниво оберегавшие Латинскую Америку как зону своих исключительных интересов, допустили столь широкое европейское вмешательство, поскольку в то время руки у них были связаны гражданской войной 1861-1865 года. Однако после ее окончания именно американцы стали играть главную роль в экономическом подчинении Латинской Америке. Латинская Америка на рубеже 19-20 веков. К концу 19 века зависимость стран Латинской Америки от более развитых государств Запада еще более выросла, этому способствовало активное развитие мировой экономики. Завершение в ведущих государствах промышленного переворота и успехи транспортной революции привели к складыванию мирового рынка, в котором государствам Латинской Америки с их слабым промышленным развитием досталась лишь роль поставщиков отдельных видов ресурсов, за обладание которыми латиноамериканские страны вели между собой войны. Например, на рубеже 70-80-х годов 19 века Чили развязала войну против Перу и Боливии, прозванную современниками Селитриной, поскольку она велась за обладание очень ценным экспортным ресурсом. Развитие экономики приобретало все более однобойкий и неравномерный характер. Так появились банановые республики Эквадор, Гондурас и Никарагуа, экономическая и политическая жизнь в которых во многом определялась американским торговым гигантом United Food Company. Наряду с ними существовали кофейные Бразилия и Колумбия. Экспорт кофе из Бразилии к началу Первой мировой войны составлял около 75% мирового рынка. Экономическое развитие латиноамериканских государств оставалось очень неравномерным. Успешнее других развивалась Аргентина, сделавшая ставку на современные методы скотоводства, богатая природными ресурсами Чили, а также Уругвай. Беднейшими странами являлись Боливия, Парагвай, Колумбия. В Мексике обнищание низов и недовольство диктатурой Диаса привели к буржуазной демократической революции 1910-1917 года. Большую роль в ней сыграло крестьянское движение, создавшее целую армию под руководством Сапоты и Вильи. Революции привели к демократизации политической системы и важным изменениям в рабочем и крестьянских вопросах, установлении восьмичасового рабочего дня, ликвитация, пионажа и другие. Нехватка капиталов продолжала превращать латиноамериканские государства в хронических должников. К 1914 году зарубежные инвестиции в Латинскую Америку превысили вложения в Азию и Африку. Причем на втором месте после Англии в качестве кредитора шли США. С защиты своих интересов страны Запада продолжали добиваться не только экономическими, но и военными методами. Пик разного рода военных акций пришелся на 1910-1919 года, когда вооруженная сила применялась 136 раз. Больше всего в этом преуспели американцы. Отталкиваясь от доктрины Монро, американцы преследовали в Латинской Америке разные цели. В случае с Мексикой в первой половине века, как вы помните, это были территориальные захваты. В Центральной Америке они хотели контролировать будущий канал между Атлантическим и Тихим океанами. В Южной Америке и на островах Карибского моря добиться господства на местных рынках. С этой целью США выдвинули лозунг. Панамериканизма – солидарности стран обеих Америк. На конференции 1889 года они попытались создать общий таможенный союз, но потерпели неудачу. В начале 20 века президент Рузвельт перешел к политике Большой Дубинки – открытому вмешательству во внутренние дела латиноамериканских государств. В связи с планами строительства канала между Тихим и Атлантическим океанами особенно важным становилось приобретение удобных опорных пунктов в бассейне Карибского моря, на Кубе и Гаити. В обоих случаях американцы широко применяли вооруженные интервенции. Сам же канал должен был пройти через Панамский перешейк, который тогда принадлежал Колумбии. В 1903 году США навязали этой стране настолько грабительский договор, что парламент Колумбии отказался его принять. Великая демократия Севера, как США представляли себя латиноамериканским государством, немедленно применила большую дубинку. При военной помощи американцев в зоне будущего канала была создана республика Панама, полностью зависящая от США карликовое государство – 300 тысяч жителей, которое тут же заключило нужный американцам договор. Как выразился о политике США-1 из руководителей Колумбии, для этой страны не представляет затруднений ни принципы чужого суверенитета, ни принципы международного права, когда дело идет об их экспансии, торговле и могуществе. Благодаря победе в войне за независимость 1810-1826 годов латиноамериканские страны получили независимость. Однако в новых государствах общество в целом сохраняло традиционный характер, а модернизация проходила крайне медленными темпами. Политическая нестабильность и слабость экономики обусловили большую степень зависимости этих стран от крупнейших европейских государств и особенно от США. Особенности верований у католиков в Латинской Америке Большое влияние на формирование наций оказала католическая религия. Еще в XVI веке церковь в латиноамериканских государствах поставила перед собой цель способствовать сближению духовной культуры между различными группами, составлявшими население колоний – испанцами, неграми, индейцами, метисами. Каждую группу побуждали принимать общую веру и обычаи. В Мексике, например, еще в XVI веке сформировался культ Святой Девы Марии – Гуаделупской Богоматери. Так сначала возник местный культ Святой, а затем церковь распространила его на всю территорию страны. Религиозные праздники и коронации служили поводом для стечения огромных масс людей. Религиозные шествия, собиравшие толпы богомольцев со всего королевства в одном месте, способствовали укреплению связи между жителями страны. И постепенно культ Девы Марии и Гуаделупской объединил жителей Мексики. Каждый, кто поклонялся этой святой, считался принадлежащим к мексиканской нации. Вообще католическая религия и католическая церковь играли большую роль в жизни латиноамериканцев. Католическая церковь через свои приходы влияла на 90% населения Латинской Америки. Но поскольку традиции католичества утверждались на континенте, где коренным населением являлись индейцы, католическая религия в Латинской Америке имела ряд особенностей. Прежде всего, это огромное количество святых, скульптурным изображением которых ревностно поклонялось население. Ученые считают, что индейцы после уничтожения их идолов колонизаторами перенесли в католичество свое стремление поклоняться божественным силам, боготворить их и даже превращать в простой амулет. Среди различных слоев населения всегда ходили рассказы о чудесах, о явлениях святых. Дело в том, что в латиноамериканских странах еще до колумбовых времен принято было употреблять вещества, вызывающие галлюцинации. Эта традиция от индейцев распространилась и на бедные слои белого населения. Желая излечиться от болезни, узнать свою судьбу, люди принимали траву у домашних алтарей, где находилось большое количество скульптур самых разных святых. Ученые объясняют эту особенность верований с соединением культур коренного населения и колонизаторов, принесших католицизм. Уничтоженные церковью языческие идолы заменялись изображениями христианских святых, к которым обращались по мере надобности, с просьбами, а то и с требованиями. Подведем итоги. В XIX веке в европейских странах и Северной Америке шла стремительная модернизация, в то время как в остальном мире продолжали сохраняться традиционные аграрные общества. В результате возникла большая разница в экономическом, политическом и военном развитии. Европа и США использовали ее для прямого или косвенного подчинения своим интересам стран остального мира. Противостоять этому было возможно, только проводя модернизацию собственной страны по западному образцу. В большинстве стран Азии и Африки в XIX веке этого не произошло вовсе. В Латинской Америке медленными темпами и с большими различиями по странам. Китай также начал подобные реформы с запозданием. Лишь Япония смогла в кратчайшие сроки осуществить успешную модернизацию и превратиться в первую азиатскую великую державу. Остальные страны и целые континенты подвергались колониальной эксплуатации. Ее целью являлось получение новых источников сырья и рынков сбыта для быстро растущей промышленности ведущих государств Запада. Важную роль играли политические и стратегические интересы, которые, например, преследовали США в Калибском море или Англия в Иванистане. Для Англии и Франции колонии стали также источником пополнения своих армий. Зависимые страны получили толчок для собственного развития. К ним проникали новые знания и технологии. Они включились в мировой рынок. Так постепенно готовилась почва для преодоления собственной отсталости и будущего освобождения от колониальной зависимости.